Всем привет, привет, дорогие мои! Сегодня у меня немножко необычное видео, но я хочу поделиться с вами кусочком моего, моего самого дорогого. Это воспоминания, это кусочек моей жизни, и этот кусочек жизни связан с той квартирой, в которой я сейчас нахожусь. Я немножко вам снимала отсюда, здесь жила моя бабушка в последнее время. Ну а сейчас мы собираемся эту квартиру сдавать, потому что в принципе у всех обеспеченное жильё, и квартира пустует, зачем это надо, лучше пускай она приносит доход или хотя бы сама себя окупает. И я решила сделать вам ром-тур по моей квартире. В этой квартире собственник я, единоличная, уже порядка 15 лет точно. Ну как бы я дорожу этим местом, продавать я его совершенно не хочу. Здесь столько всего многое происходило, очень много радостных моментов в моей жизни. Было и горе в этих стенах. Ну было многое чего. Молодость моя прошла. Получается так, что я в эту квартиру переехала, когда мне было 20 лет. Родители сделали такой щедрый подарок, купили мне квартиру, за что вообще огромное спасибо нашим родителям. Они и меня, и брата обеспечили жильём. И сейчас мы живём в квартире, которую родители мои нам купили. В этом плане, ну и во многих других планах тоже, вот моим родителям просто нижайший поклон. Когда меня сюда переселили, я плакала горючими слезами. Я помню этот день, как сейчас. Я сидела на коробках, я ревела дурниной. Мне было 21 или 20, как так, 22. Ну, нет, 22 нет, где-то 20-21, потому что 22 я уже замуж вышла. Я ревела из-за того, что меня выгнали из отчего дома. Меня выселили, бедолагу, но меня выселили в хорошее жильё с евроремонтом. На тот момент это был вообще шикарный ремонт. Плюс ещё полностью всю мебель купили мне, всё-всё-всё. В общем, я приехал полностью готовую квартиру от и до, как есть квартирный вопрос, если не ошибаюсь, в передаче. Вот у меня был такой же квартирный вопрос. Сделанным руками и средствами моих родителей я вообще не вкладывала сюда ничего. Но в дальнейшем потом, конечно, я там поставила пластиковое окно, там, ну, как бы что-то ещё там, кровать свою-то сделала шикарная. Поэтому всё по чуть-чуть покажу вам немножко, но я думаю, что вам понравится. Зайдя в квартиру, мы попадаем в коридор. Небольшой такой коридорчик. И здесь была раньше шикарная-шикарная люстра, но я перебила очень много таких плафончиков. Осталось всего четыре. А так вот эти вот цветочки были по всему этому плафону, было очень интересно. Здесь обои были другие, потолок, туса, вот эти вот обои, это мы клеили с Иваном. Первый раз в жизни я вообще клеила обои. Переругались. Вообще страсть. Но мне до сих пор эти обои нравятся. Цвет, сейчас на кухню придём, будет более виден. Фисташковый такой. Убирала сама. Тоже вот воспоминания, как я и говорю, что обои, выбор этих обоев. Туалет, ванную я делала сама, ремонт потом. Меняла всё. Я работала в Москве. И заработала хорошую денюжку. Родители как раз убирали себя в ванную. Это ванная французская. Сверху покрытие фарфоровое. И я очень люблю синий цвет. Я поменяла коричневую плитку вот на такой голубой цвет. Очень нежная ванная. Мне в моей сейчасшней ванной очень не хватает. Именно вот таких синих, спокойных тонов. Затирочку всё это делали. Всё это тоже выбирала. Николай у меня тут работал. Я работала в Москве. Зарабатывала денежку себе на ремонт. Стиральная машинка есть. Туалет также решили поменять. У меня здесь был аквариум, когда я заехала. Здесь были обои. Обои были, аквариум рыбы, водоросли. В общем, сидишь в туалете. И как будто бы ты в аквариуме. Но я переделала всё. Сделала вот такую плиточку, более спокойную, более в крючеватый цвет. Убрала вот здесь в короб все трубы. Поменяла туалет. Только мне не понравился вот этот гробик, который сделали. Но это без меня. Дальше мы отсюда перетекаем платно на кухню. Кухня вообще, это было место сбора. Все друзья приходили. Мы сидели постоянно на кухне, болтали. Кухорный гарнитур. Здесь у меня посудомойка потом стояла, я убирала. Надеюсь, что теперь уже виден цвет обоев. Такой зеленоватый, фисташковый. В общем, как я и говорила, кухня это место сбора. Это где мы сидели, отмечали, всё гуляли. Было здорово, правда. Есть что вспомнить. Катюшка приходила. Потом Оксана, кума моя была. Да и замуж я первый раз выходила. У меня родители живут вот прям напротив. Сейчас построили дом, вот между нами дом. А так соседи в дворе. И все родители за нами подглядывали. Я, может быть, и замуж не вышла первый раз. Но мне запрещалось жить гражданским браком. Я была очень такая цельюленная девушка, очень правильная. Всё по канонам, всё по правилам. И с первым мужем мы даже скрывались, что мы встречаемся на моей территории, когда там ужин делали при свечах. В общем, в основном всё было при свечах, потому что приходилось загасить свет, чтобы родители не полили, что мы заседаем дом у меня. С первым мужем здесь жила. Развод здесь тоже отмечала с подружками на этой кухне. Развод накрыла стол девчонкам, пригласила всех. И полиция. Приехала со мной полиция и забрали меня на опознание и очную ставку. У меня накануне украли сумку и как раз поймали этого вора. Все гости остались дома, а меня повезли на дознание. Первый раз в жизни я была в тюрьме, где приколочены были эти тубуретки, стол, этот уголовник. Я говорю, воспоминания. Одни воспоминания, вот куда ни глянь, всё это вот. Потом Ваня, с Ваней встречались. Здесь посередине мы ставили стол, и Иван тут стримил. В игры на кухне посередине, в общем, сидел, делали ширму. Ой, тоже, ну, я говорю, столько много воспоминаний. А сзади меня, видите, это старые обои. Это те обои, которые были реально здесь, на кухне. Мы когда всё поклеили, полностью потолок, всё, я обратила внимание, что здесь-то мы не поклеили. Что, по идее-то, тут должен быть зелёный участок. Решили, что это будет как панно. Я билась, колотилась, но я так не могла никого убедить, что надо переклеить эти обои, а сама я не полезла. А, когда клеили здесь обои, я залезла вот сюда, мы отодвигали, я залезла, чтобы там всё поправить, всё. А обратно вылезти не могла. Тоже смех был ещё какой. Ой, смеялись и долго. Ну и комната, тут однокомнатная квартира, сейчас комнату показывать буду. Комната достаточно просторная, есть кондиционер, на окнах везде жалюзи. И тут, там тоже. Часы висят, это мне дарили. В Эзерфорде я работала. Нам дарили сертификаты подарочные, я ходила, купила себе часы. Телевизор. Здесь дамский столик. Был у меня здесь зеркало большое, столик. Как тумбочка, как пуфик. Пуфик, вот, прихорашивалось. Я сделала из своей комнаты, сделала спальню. Потому что мы особо никогда не сидели в комнатах, мы всегда сидели на кухне. А я хотела хорошо отдохнуть. Такая вся похудевшая. Я влезла в джинсы, которые раньше я не могла надеть даже по колено. Я по колено одевала, и дальше они не одевались. А сейчас я вот влезла. Что значит 34 килограмма минус уже. Ладно, не обо мне. Вижу просто зеркала и застываю, кажется. И кровать. Кровать подобия той, которая у меня сейчас, где я живу. Также 2х2. И внизу полный-полный гардероб. С той стороны огроменный отсек во всю кровать. И здесь два выдвижных ящика. И изголовье также открывается. И там небольшой у нас балкон. Балкон, в принципе, небольшой. И здесь также шкаф для хранения всего и вся. На улице снег. Это налоговая инспекция. Там польские дома. Небольшой, но очень, я думаю, насыщенный рум-тур. Показал я вам свою квартиру. Мою личную. Мою драгоценную. Это то место, где в моей жизни происходило очень-очень много всего хорошего. Я думаю, что многие меня поймут. Это как вот чего-то очень дорогое, с чем тяжело проститься. Вроде детство, да, закончилось, а игрушку какую-то жалко выкинуть. Ну, потому что с ней связано что-то. Так же и здесь. На этом со всеми вами буду прощаться. До новых видео. Всех люблю. Всех целую. Всем пока-пока.